Званы гости В нашей студии председатель Лицкого межрайонного общественного объединения Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Александр Авдевич. Привет, Саш, как добрался? Здравствуйте, замечательно, только был небольшой дождь, пришлось прокатиться под дождем. Но это только радует, ведь начало лета и дожди такие теплые. Теплый дождь? Да, июньский первый. Я слышал на улице, не по-июньски холодно. Не знаю, мне кажется, не по-июньски холодно сейчас в Норвегии. Мне кажется, да, тебе, наверное, не привыкать, и ты уже у нас закаленный, так сказать, боец-путешественник. Саш, расскажи нам о себе. Многие люди наверняка слышали о твоих, скажем так, достижениях и подвигах, не побоюсь этого слова. Но, может быть, кто-то не знает о тебе. Расскажи о себе, чем ты занимаешься. Шесть лет назад я разбился на мотоцикле и через три года буквально открыл в Лиде общество инвалидов-колясочников. Это общество имеет свой устав, в который гласит, что мы должны помогать людям, имеющим первую группу инвалидности, передвигаемся в инвалидных колясках, обустраивать быт, помогать в какой-то реабилитации и трудоустраивать этих людей. Вот, наверное, основное направление моей занятости. Ну, они выполняются? Да, это радует, что в последнее время они выполняются все чаще и чаще. И я очень рад, что во многих, во многих случаях наша власть, наше государство идет навстречу и не составляет большого труда где-то установить пандус или какой-то подъемник для инвалидов. Просто все трансформируется к тому, что мы должны об этом говорить сами, кому это требуется. И рано или поздно это действительно делается. И теперь все чаще и чаще это делается. И мне это очень радует. Это замечательно, это радует, наверное, многих. Многие лечения, да и не только, я имею в виду, не только лечения, но вообще, наверное, во всем мире, в принципе, потенциально могли люди видеть в эфире рейского телевидения, в интернете. Это твое путешествие по Европе, да, нашумевшее так в прошлом году. О нем мы поговорим, но вначале объясни, что тебя потолкнуло к этому. Я хотел, наверное, доказать самому себе, что это возможно. Мне было интересно, мне был интересен такой авантюризм, который я сам для себя придумал. И еще я находил это, наверное, забавным. Я не знаю, нет какой-то определенной задачи или сверхзадачи, которую я ставил до путешествия. Просто я начал это делать, и я понимал, что это хорошо получается. И что, возможно, многие люди, которые видели со стороны это все, немножко переосмыслили свои ценности. До тебя кто-нибудь подобное что-то делал? Ну, я думаю, нет. То есть ты, так сказать... Не хочу хвалиться, но я пытался найти каких-то таких путешественников. И в основном, если кто-то что-то делал, это были люди, которые ехали со своей командой. Друзья, я уточню, Саша все это сделал в одиночку, абсолютно самостоятельно. И тому есть масса подтверждений. В принципе, в интернете можно зайти на Сашин YouTube-канал и посмотреть отдельные версии дневника. Правильно? Да, все верно. Я напомню, у нас сегодня в гостях наш земляк Александр Авдеевич. ТВОЕ РАДИО ЗВАНЫЙ ГОСТЬ Итак, друзья, продолжается «ЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Продолжаем общаться с нашим гостем Александром Авдеевичем. При Балтике, Скандинавии, Бельгии и так далее, до самой Португалии. Вообще, сколько государств ты пересек во время своего путешествия? Двенадцать государств, двенадцать границ. Двенадцать границ пересек. Сколько времени ушло вот с момента старта до возвращения домой? Восемьдесят шесть дней. Восемьдесят шесть дней? Это... Восемьдесят семь ночей. Почти три месяца. Так, твой воежь был спланирован или же ты действовал по обстоятельствам? Ну, я имею в виду, вот непосредственно уже когда ты был за границей, каждое государство, наверняка, какие-то приключения, какие-то происшествия. Изначально, как я говорил, это все было авантюрой, поэтому я не мог надеяться, что в каком-то государстве произойдет что-то определенное. Но уже через две страны начинает появляться какой-то определенный опыт и какая-то определенная интуиция, с помощью которой ты продолжаешь, продолжаешь, и тебя это захватывает все больше. Ты, не зная языка, там встречаешь каких-то новых людей, пытаешься с ними общаться, хотя они не знают даже английского, если брать, допустим, глубинку Франции, там принципиально не говорят на английском даже в отеле. То есть ты задаешь так вопрос, тебе отвечают так. И у тебя появляется какая-то определенная, можно сказать, не интуиция, а какая-то определенная такая структура твоего путешествия, по которой ты доверяешь, и которая разрастается и разрастается. И ты уже видишь мир, и все, что происходит вокруг, совершенно по-другому. Ты начинаешь с этим всем взаимодействовать и получать от этого действительно настоящее удовольствие путешественника, чего бы я всем советовал. Скажи, вот был ли какой-то, ну не то чтобы запасной план, но какая-то планка, например, вот если будет вот так вот и так-то обстоятельства складываться, то все, я возвращаюсь, потому что дальше невозможно. Или же ты до конца поставил себе точку, я доберусь до побережья Атлантики, и чего бы мне это ни стало? Ну, изначально я должен был доехать только до Эстонии. То есть у меня была такая договоренность со спонсором. То есть я когда попал в велосипед, у меня появился спонсор, которому было интересно, что я доеду до Эстонии, и все, в принципе, они сказали, все, там, дальше делай, что хочешь. Но у меня настолько набралась такая большая инерция, я не знаю, как это еще называть, что когда мне говорили, все, мы покупаем тебе билет, возвращайся обратно, дальше не нужно ехать, Саша. Я уже сказал, что, типа, извините, типа, я поеду. И они говорят, а где ты будешь ночевать, там, а где ты будешь, там, что делать? И я сказал, ну, блин, придумаю что-нибудь. И вот как-то так пошли дальнейшие 9 стран. Вот, и это было действительно на свой страх и риск. То есть тогда я задумывался о том, а как же продолжать дальше, когда у меня заканчиваются деньги, что я буду делать. Именно тогда я открыл на Фейсбуке функцию пожертвований и доната для местных жителей, которые живут в Европе и которые встречают меня на пути. Они спрашивали, как тебе помочь, ну, там, что делать. Кто-то, там, приглашал к себе переночевать, кто-то хотел еще как-то сделать так, чтобы мое путешествие не закончилось. И, наверное, вот с помощью таких вот лайфхаков, которые я узнавал непосредственно уже здесь и сейчас, в путешествии, которые я не заготавливал, я, ну, и смог это все завершить. Какие-нибудь приключения случались? Ну, наверняка случались. Расскажи что-нибудь. Ну, из таких ярких, наверное, приключений мне запомнилась встреча с клоуном Асисяй во Франции. У него есть небольшое поместье недалеко от Парижа, наверное, километров 70, которое называется «Желтая мельница». Ну, в нашем понятии это маленькая деревенька, которая ограждена большим таким забором, ну, в общем, закрытая территория, где все сделано в стиле «Алиса в стране чудес», где дома стоят вверх ногами, где по речке, ну, не знаю, может быть, часть течения голубое, часть какой-нибудь розовый, и на каких-то сказочных просто лодках плывут люди, одетые в какие-то маскарадные костюмы, где непонятно, где расставлена куча маленьких домиков, в которых живут цыгане, например. И, ну, меня очень впечатлило, и он сказал, что ты можешь оставаться здесь у нас, пожить и вообще, ну, приезжать. То есть у нас... Они живут в постоянном шоу, в постоянном перформансе, и там собирается куча всяких, не знаю, неведомых мне артистов, актеров, которые просто бесплатно приходят туда и вот живут в этой деревне и платят тем, что что-то творят, что-то превозносят свое. Вот это было замечательно. Еще мне запомнилось, когда я доехал до Испании, и начались большие горы, подъемы, и у меня уже заканчивалось вообще пребывание в Евросоюзе, я не знал, что мне дальше делать. Лететь обратно, ехать на поезде или, я не знаю, каким-то другим способом именно добраться до Португалии. И тогда отозвался один парень, он сам из Украины, который живет в Португалии, и который как раз этим ходом гнал машину через горы, через Пиреней. В общем, он совершенно спонтанно нашелся, сказал, что вообще не думай никуда уезжать, путешествие должно закончиться. И было очень приятно, когда они меня привезли вместе с велосипедом через эти горы, он меня у себя расположил. И мы посетили кучу португальских погребов с портвейном. А что за история была, что ты в отель не мог попасть вечером? И ты приехал на вечеринку, там бомонд какой-то гулял? Это было в Германии, это была уже непосредственно граница перед Нидерландами. Ну, отель в маленьком городке, на окраине города находится, такой полупустой. Кстати, владелец отеля африканец. И там все сделано было, такие львы и всякие леопарды, там, не знаю, какие-то копья, все в африканском таком стиле. Ну, такой большой дом, ну, грубо говоря, такой богатый дворец. Вот, я, наверное, там был, может, один даже постоялись, может, там еще было несколько. Ну, в общем, он там не особо пользуется популярностью, потому что такое место, ну, какое-то на окраине находится, скажем так, не центр города. Ну, собственно, я расположился, отдохнул и решил выйти подышать. Я выехал на рецепшн спросить, я уже не помню, где можно поужинать, что-то такое. Вот, никого не оказалось на рецепшн, я позвонил в колокольчик, тоже никто не подошел. Ну, я подумал, горит там во дворе свет, там такой подъезд большой ко двору. Думаю, ну, наверное, надо выйти, там, может, кто-то ходит, там, где-нибудь машину какую-нибудь паркует. Выезжаю туда, за мной захлопывается дверь, и я понимаю, что я забыл карточку от номера. А эта карточка открывает все двери. Ну, и все, оказывается в такой ситуации, где у меня нет ни телефона, ни карточки, и, в принципе, не знаю, что делать. А темно, еще и начинается дождь. И в каком-то отдалении я вижу, там, яркие огни, играет музыка. Ну, думаю, поеду туда, ну, не мерзнуть же, там, в окно залезть было невозможно, была моя первая идея залезть в окно. Приезжаю туда, там, веселые, старые, пьяные немцы, не знаю, приехали на лимузинах, какие-то там прям супер богатые такие бабушки и дедушки, которые, там, увешаны все золотом, пьют пиво, вино, и проводят, в общем, свой досуг. И я такой на коляске, белорус в трусах заезжаю, и спрашиваю, там, Where is the hotel owner? Где хозяин отеля? Они такие, какой отель? Какой отель? Ну, короче, они подумали сразу, наверное, что я какой-то сумасшедший. Вот, ну, а потом, слава богу, разобрались, вышел хозяин отеля, был очень удивлен, накормил меня каким-то теплым супом, я не знаю, там, чуть ли не убаюкал, в общем. Вот такая история. Впечатляющая история. Все путешествие в итоге, ты его преодолел своими собственными силами, по-моему, на пароме единственное, да, транспортом ты пользовался, это был паром. Ну, да, потому что переплыть на Велике... Из Скандинавии в континентальную Европу, да? Да. Ясно. Саш, я знаю, что ты еще каким-то образом связан с ООН, с Организацией Объединенных Наций. Да. Расскажи об этом. Я занимаю должность консультанта по вопросам людей с ограниченными возможностями в ООН. Мы занимаемся тем, что сейчас мы составляем новую информационную политику в отношении людей с инвалидностью. То есть информационная политика страны, это на самом деле большой, огромный законопроект, я не знаю, если возможно это так назвать. Это действительно отношение людей к людям, которые имеют какие-то потребности. Это, не знаю, это находится и в средствах массовой информации, это находится и в строительстве, это находится и в спорте, и в городской инфраструктуре, везде-везде. И для всего этого должны быть придуманы какие-то общие, ну, приемлемые и важные для всех правила. И наше общество с каждым годом, с каждым десятилетием апгрейдится, становится все лучше, все инклюзивнее и все более толерантно для таких людей. Соответственно, нужно менять эти нормы и правила. Для того, чтобы их поменять, нужны советы именно самих нуждающихся, грубо говоря. Конечно, наверное, вы являетесь лучшими специалистами, так сказать, в этой области, правильно? Экспертами. Да, именно. Поэтому мне предложили такую должность, чему я очень рад. Ваша деятельность, она локализована у нас в республике, или же вы направлены на весь мир, там, не знаю, может, Европу? Нет, нет. Это именно республиканский проект, который вот должен реализоваться до 2020 года. Называется «Новая информационная политика Республики Беларусь». Ясно. Итак, Саш, Европа покорена. Какая следующая цель? Ну, мне бы хотелось проехать Европу еще по югу, потому что я тут ехал по северной стороне. Ну, и, конечно же, Америка. Как без нее-то? Ну что ж, Саш, пожелаю тебе свершения всего тобой задуманного, прежде всего, покорения новых вершин, причем в буквальном смысле. Успехов тебе. Спасибо. Твое радио Званый гость Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...